Кино – важнейшее из искусств. Об этом говорил вождь совкового пролетариата Ленин и часто повторяет вождь отрицательного развития РФ Путин. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа. Поэтому на создании постановок вокруг себя бункерный не скупится. Все хорошо. У меня самый главный президент – это калаба. Двойники, придворные актеры и даже современные технологии на службе у царя. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я проработал. Вот только воплощение идей хромает. Вы знаете, я же в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов. Надо сказать, что они это сами понимают. И стараются ситуацию как-то изменить к лучшему. Что-то получается, что-то не очень. В современной мире это сложно сделать. Давайте откроем матрешку и узнаем, как снимаются постановочные сюжеты о Путине. И какая истинная причина их появления на экранах. Открывает хит-парад фейковых роликов с участием Путина визит диктатора в оккупированный Мариуполь. Туда он добрался вертолетом из Крыма. Эта поездка была приурочена к девятой годовщине аннексии полуострова. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Точнее не кино, а дешевый пропагандистский сериал. Я сейчас расскажу об этом. Не берите терпение. Сначала по сценарию ночная экскурсия по городу. За рулем внедорожника сам Путин. В салоне горит свет. Ну просто мечта для снайпера. Глаза боятся, а руки делают. Каким смелым по ночам бывает бункерный дед. Обычно он носит бронежилеты под костюмами и прячется за длинными столами в кремлевских кабинетах. А оттуда вдруг взял и поехал. Как водится убийца на место своего преступления. В город полностью испепеленный второй армией. Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат в основном. Чтобы скрыть масштабы разрушений от телезрителей, визит состоялся под покровом ночи. Осветили только отдельные, заранее подготовленные участки. От слева стороны, вовремя садик. Другой победы хотели запустить на 150 мест. Уже практически готов. Четыре месяца назад начались. Ну, вовремя садик. Это вот жилой микрорайон, дворчик. Спортивный снаряд. Очень хорошие спортивные снаряды сделали. Воккаут фактически для занятий. Впереди детская площадка. А вот прямо перед нами, Валерий Ильич, это школа. Спаси. Правда, все, что рассказывает экскурсовод, зрителю почему-то не показывают. Видимо, нарисовать не успели. Зато операторы со всех ракурсов сняли главную декорацию этого пропагандистского ролика. Жилой комплекс «Невский». Он находится в единственном отстроенном микрорайоне Мариуполя. Сюда Путин ехал целенаправленно. На крыльце его встретила толпа людей, которые якобы не ожидали визита диктатора. Либо они просто ночью дружно вышли наперекур под свет софитов, либо комплекс не слишком-то и жилой, а всего лишь декорация. Да я даже вообще не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться. Спасибо очень. Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Ну ничего, так надо. Надо же начинать знакомиться поближе. Ну а дальше по накатанной схеме российского телевидения. Общение с народом. А вы здесь живете? Да, живете. Особную машину. Вот у меня второй этаж, жилых, первый этаж. Нравится? Да, конечно, очень. Современно. Он ходит, он, все хорошо. Я просто не могу. Спасибо вам. Вы тоже только что слышали крик на фоне разговора? Заметили, как засуетились ФСБшники? Услышав, что это неправда, это на показ. Второй этаж, жилых, первый этаж. Нравится? Конечно, на показ. А как бы вам хотелось? Сразу после того, как пресс-служба Кремля дала ход этому видео, среди массовки карлика зрители узнали местных мародеров, семью Лотковых и трех актеров из новогоднего поздравления. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Да и хвалу передвижного театра ФСБ, как оказалось, слушал не лично Путин, а его дублер, то есть двойник. Подмену заметил шведский экономист и дипломат Андер Сасслунд. Он сравнил фото с поездки Путина со снимками из совещания по развитию Крыма. Разница между ними во времени два дня, а между Путинами колоссальна. Достаточно только присмотреться к подбородкам диктатора. Сейчас накопился достаточный объем косвенных доказательств, чтобы западные СМИ больше не использовали такой заголовок. Путин посетил оккупированный Мариуполь. Вместо этого пишите, Путин прислал своего двойника в Мариуполь с пояснениями, почему это вряд ли был Путин. Получается, ни жильцов, ни Путина в этом видео не было? Двойник диктатора встретился с двойниками народа. Зачем это кино? Да всего лишь для того, чтобы перебить информационный шум по поводу Гааги. Теперь вместо того, чтобы говорить о бордере на арест Путина, глубинный народ будет говорить о его храбрости и поездках за рулем. Частенько для оболванивания собственного народа Путину даже двойников отправлять никуда не надо. Ведь у престарелого ФСБшника много других талантов. Один из этих талантов – это талант перевоплощения. В конце осени прошлого года кремлевский карлик пригласил на чаепитие матерей погибших русских солдат. И как начал их утешать! Мы все смертные. Мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще чего-то. От радости, что их сыновья ушли не от водки, а за родину. За Россию! Матушка! Женщины даже спели для диктатора «Подмосковные вечера». В черной городе подмосковные вечера. Но и эти плакальщицы – наемные российские чиновницы разного звена. А поскольку здесь все свои проплаченные актеры, можно продолжать спектакль. Дамы и господа, аплодисменты! Российские технологии! Но в какой-то момент кое-что пошло не по плану. Во время разговора голова и шея ботоксного начала отслаиваться от рубашки. А локти вообще стали неприкасаемыми. Неужели на фюрера не действуют законы физики? Но на самом деле никакого чуда не произошло. Гражданам РФ просто показали очередной дипфейк. То есть наложили изображение Путина на другого человека. И вполне вероятно, сцену чаепития с президентом РФ разыграли, чтобы заглушить скандальную новость. Вконтакте закрыл группу Совета матерей и жен военнослужащих. Объединение родственников-мобиков заблокировали в соцсети по требованию местной генпрокуратуры. А то ведь русские бабы начали много лишнего болтать. Куда вы все смотрите? Почему вы только на нас, матерей, которые подняли голос, готовы наброситься, как злобные псы? Но технологии не впервые подводят старика из бункера. На этих кадрах первое появление бункерного после оглашения полномасштабного вторжения в Украину. Он якобы встречается со стюардессами. Царь говорит о войне, а женщины внимательно его слушают. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут. Они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей. Здесь якобы президент-паранойик сел за один стол со стюардессами и пилотами на очень близком расстоянии. Получается, доверяет больше, чем Лаврову. А во-вторых, рука Путина, которая буквально рассекает микрофон перед собой. А теперь внимательно присмотритесь к чайнику. В его отражении мы почему-то видим не офис аэрофлота, а кабинет кремлевского правителя. На эту деталь обратил внимание украинский фотограф Ян Доброносов. Получается монтаж! Путина снимали в одном месте, а массовку в другом. Кстати, среди прифотошопленных стюардесс журналисты узнали штатную актрису Кремля. Раньше она играла роль рыбачки и продавщицы мороженого. Постановочную новость о встрече Путина со стюардессами и женщинами-пилотами кремлевские СМИ тоже дали не просто так. После объявления войны кровавый диктатор пропал из виду на целую неделю. У многих закрадывались мысли, что старик куда-то сбежал или же вовсе помер. Поэтому нужно было убедить граждан РФ, что царь жив-здоров. Работает в поте лица на благо страны, а не прячется по бункерам. А это трансляция прошлогоднего мартовского концерта в Лужниках. Пламенную речь Бледного внезапно прерывает любитель Путан и Путина Газманов. Начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военно-настоящих. Сделали это намеренно, чтобы заглушить недовольство псевдопатриотов, которых буквально загнали на стадион. Ну почему вы пришли? Вы же не просто так. Вы запихнули в автобусы, привет! А дальше в стриме вообще начались спецэффекты. Среди восторженной толпы, восхваляющих Россию, внимательные зрители узнали вот этих двух девушек. Их они уже видели годом ранее, в стриме из тех же Лужников, в той же одежде и с тем же маникюром. Да здравствует Крым! Да здравствует Севастополь! Ничего не понимаю! Совпадения не думаю. Чудеса, да и только! Могли бы хоть переодеться, а то два года в одном и том же. Вполне вероятно, что никакого грандиозного концерта в 22-м не было. А восторженных зрителей использовали из видео прошлого года. Похоже, что дед боялся поймать пулю от благодарного народа. Из-за постоянных технических сбоев время от времени Путину таки приходится выбираться из бункера. Ну, например, чтобы увидеть Жириновского в гробу. Боже, царя храни! Прощался кремлевский смельчак в абсолютно пустом зале. Поговаривают, родственников и почетный караул вывели. Но внимательно присмотритесь к этим двум снимкам. На первом – церемония с участием Медведева. У изголовья гроба два больших флага, третий – на нем. Слева на венке торчит ветка. А это второе фото уже с Путиным. Кое-чего не достает. Похоже на очередную неудачную постановку. Но, допустим, это и вправду был настоящий Путин. А дальше перекрестился и ушел. Как говорится, стоп, снято. Но зачем был весь этот цирк? По официальным данным, украинофоб Владимир Жириновский скончался от коронавируса 6 апреля. По неофициальным – 25 марта. Но якобы этот факт намеренно скрыли. Потому что потому. А пригодился мертвый ЛДП-эровец, когда в новостях зачастила информация о загадочном исчезновении Шойгу из-за проблем со здоровьем. Пришлось увести внимание публики от персоны министра обороны РФ и сфокусировать его на другой персоне. Желательно мертвой. Путину в этом году 70 лет, а Жириновский умер на 76-м году жизни. Вы понимаете, не так много и осталось. Новости в России – это всего лишь кино. И появляется оно не тогда, когда на самом деле происходит, а когда это кому-либо нужно. И вот тогда и появляются фейки, технологии и актеры. Не самые профессиональные. Но глубинный народ, непривередлив, ему и так сойдет. И вот что интересно. Сколько времени в Кремле смогут скрывать от граждан РФ кончину самого Путина. Для того, чтобы играть, нужен талант. Это точно. Итак, спасибо. �� Литва